МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Елизавета Хмелева. Сегодня в программе. Награды прекрасной половине. Сегодня в Чебоксарах чествовали обаятельных и привлекательных. Аварий меньше, жертв больше. Неутешительные итоги двух месяцев 2013 года подвели в ГИБДД. Загадочное слово ТРИПС. Россельхознадзор проверяет здоровье цветов. Награды обаятельным и привлекательным. В почетном списке государственных наград нет ни одной мужской фамилии. И случается это раз в год, накануне 8 марта. Лучшим из лучших в своей профессии вручали ордена, заслуженные звания и почетные грамоты. Среди героинь дня – врачи, учителя, экономисты, агрономы. Познакомился с ними и мой коллега Дмитрий Ковалев. На протяжении многих лет Ирина Виноградова дарит надежду родителям недоношенных деток. Каждый год в операционные инкубаторы отделения перинатального центра попадают более 500 младенцев. Спасти удается многих. Самый сложный случай в практике врача – ребенок весом всего 600 граммов. Лечение прошло успешно. Ирина говорит, что главной наградой для нее всегда было простое человеческое спасибо. Родители к нам, конечно же, приходят, напоминают о себе, приносят свои фотографии, и мы вместе с ними радуемся. Благодаря этому есть непосредственная связь, мы знаем, что мы делаем. Благодаря нашему отделению наша республика, наверное, движется вперед. И в числе самых передовых регионов нашей страны. Сегодня Ирина Виноградова стала заслуженным врачом. Такое же звание присвоили и стоматологу районной больницы Елене Викторовой. Свою работу она даже называет творческой. Вот уж действительно призвание – дарить людям красивые улыбки. Дарить радость, нравится дарить счастье. Вроде у нас такая страшная специальность, но люди, чтобы не боялись, приходили к нам с радостью. Преподавателю школы искусств Татьяны Григорьевой вручили звание заслуженного работника культуры. Несколько лет назад именно под ее началом городских ребят начали обучать игре на гармонии. Желающих записаться на эти курсы оказалось предостаточно. Недавно в школе появились и первые призеры международных фестивалей. Исконно русский народный инструмент вновь становится популярным. Везде в деревнях часто лежат завалявшиеся гармошки. И деткам хочется попробовать. У кого-то бабушки играют, у кого-то дедушки. И у нас даже на наш фестиваль приходит бабушка играть с внуком. Вот уже 30 лет верна своему делу агроном районного предприятия Фаина Захарова. Попала она сюда по направлению. Любовь к земле для нее всегда была превыше всего. Трудно, конечно, женщине в селе работать. Но если любить свою работу, все трудности можно преодолеть. В почетном списке 22 женщины. Все они представители самых разных профессий. Обаятельные, привлекательные и влиятельные. Почетную медаль ордена за заслуги перед республикой вручили вице-президенту концерна тракторные заводы Наталье Портасовой. Успешный руководитель говорит, что для нее это награда оценка работы в родном регионе. Мне очень лестно, приятно. Это для каждого человека очень ответственно. Потому что ты же понимаешь, что ты не можешь жить по-другому уже. И ты должен еще больше отдавать себя своему любимому делу, своей любимой Чуваши, любимому городу, всем жителям, которые для меня очень близки. Они не похожи друг на друга, но все вместе развивают республику. Чувашскими женщинами, отметил Михаил Игнатьев, можно гордиться. Награды – всего лишь приятное дополнение к общему портрету. Чем бы ни занимались наши прекрасные женщины, какой бы сфере себя ни реализовывали, особенно ценными остаются ваши замечательные качества. Какие они? Это привисило трудолюбие, уверенность в завтрашнем дне, преданность к своему делу, ответственность, аккуратность и умение создавать доброжелательную обстановку и среду. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Активнее отстаивать свои потребительские права сегодня призвали жители республики, участники круглого стола «Потребительское правосудие» сегодня. Инициатором его стал Чувашское управление Роспотребназора. Пока в большинстве своем люди плохо знают о своих правах и все еще неохотно отстаивают их в судах. Эксперты круглого стола попытались своим собранием привлечь внимание к проблеме защиты прав потребителей и подстегнуть людей на более активную гражданскую позицию. В то же время признали, что в последние годы ситуация изменилась. По линии Чувашского Роспотребназора число заявлений немного выросло. Условия для потребителей созданы неплохие. Никакой госпошлины, исковые заявления возможно подавать по месту жительства. Есть множество общественных организаций, куда можно прийти со своей проблемой. Словом, возможности создано было бы желание. А пока от обратившихся большинство исков касаются ЖКХ. 50% случаев исков это были в защиту прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг. Но ведь сегодня тема это наиболее актуальная. И потребители тоже обращаются к нам с просьбами, с жалобами. И мы выступаем в судах и по заключениям, с заключениями, и со своими исками больше всего в сфере жилищно-коммунальных услуг. Кроме этого, сферы торговли. Очень часто много стало обращений по приборам, ну, сложным приборам бытового там, например, назначения. Или же иногда и обычные непродовольственные товары, например, там, некачественные обувь даже может быть. Индикатор положения дел в ЖКУ – статистика Госжилинспекция. В 2007 году было всего 1700 обращений. В 2012 – уже свыше 4000. Ну, а в этом с начала года просто шквал жалоб. Эта лавина буквально завалила инспекторов. Недовольство потребителей вызвал порядок начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги по новым правилам. Госжилинспекция пеняет на несовершенство законов. Вот в текущем году, утвердая в Чувасской республике и в Российской федерации, в том числе во всей Российской федерации, двухкомпонентные тарифы на горячую воду, никаким образом не были прописаны в правилах представления коммунальных услуг собственникам и пользователям коммунальными услугами, вот эти условия, каким образом вообще начислять, применяя двухкомпонентный тариф. Также и не были предусмотрены, как определить норматив тепловой энергии, которая требуется для того, чтобы подогреть эту воду до нормативного уровня. Нарушают все участники процесса и управляющие компании, собственники или арендаторы жилья. Одни не удовлетворены качеством услуг УК, сокрытием информации, другие нарушением процедуры голосования собственниками. Работы непочатый край. Госжилинспекция проводит проверки, в том числе совместно с прокуратурой, пишет предписание. Усилить защиту прав потребителя сегодня решили за счет сотрудничества еще и с Роспотребнадзором. Договорились о том, что информация от жилинспекции будет передаваться Роспотребнадзору, у которого есть полномочия выступать в судах с исками от потребителей. Ольга Григорьевна, Николай Яковлев, Республика. Управляющая Чуварским отделением Пенсионного фонда России Роза Кондратьева рассказала о реализации стратегии развития пенсионной системы Российской Федерации. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы рассчитана до 2030 года. Ее основная задача – довести средний размер трудовой пенсии по старости до 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера. Сейчас средняя пенсия по старости в Чувашии равна 9,325 рублям или чуть более 2 прожиточных минимумов. Такую пенсию в республике получают около 300 тысяч человек. Около 25% пенсионеров получают пенсию по старости, которая равна 2,5 и более прожиточных минимумов. Роза Кондратьева рассказала, что новая система будет базироваться на трехуровневой модели. Трудовая пенсия, корпоративная пенсия, формируемая работодателем, и частная пенсия, формируемая самостоятельно. Повышение тарифов для работодателей не предусмотрено. Для некоторых отраслей возможны и льготные тарифы. Изменения коснутся индивидуальных предпринимателей. Основной постулат пенсионной системы – равные права, равные обязательства. Самая ущемленная категория – это у нас самозанятое население. С 2002 года условно-символические суммы, чтобы можно было обозначить хотя бы стаж работы этой категории, за 11 лет индивидуальные предприниматели, уплачивая страховые износы в последнее время и стоимости страхового года, набрали всего капитала, так называемый пенсионный капитал, 53 тысячи. Значит, это уплаченные суммы. В результате индексации этого капитала этот размер достиг 73 тысяч. Вы знаете, сегодня ожидаемый период выплаты 228 тысяч рублей. Если мы поделим на ожидаемый период, у них за 11 лет этим людям мы смогли позволить формировать пенсию в размере 321 рубль. Значит, если еще три раза, два раза еще так будут работать, где-то 1000 рублей у них размер пенсии получается. С 2013 года вводится для них фиксированный платеж, размер которого исчисляется с двукратно минимального размера оплаты труда, ну, на тариф страховых износов. В годовом исчислении эта сумма составляет 32 тысячи 479 рублей. Ну, они должны, конечно, уплачивать, могут они одну сумму уплатить в течение года, могут ежемесячно. Досрочные пенсии финансируются за счет общих доходов бюджета пенсионного фонда. Основной принцип преобразования этой системы – сохранение социальных гарантий работникам. В Чувашии досрочные трудовые пенсии по старости за педагогическую деятельность получают 11 тысяч человек и 7 тысяч за меддеятельность. При этом более 80% из них продолжают трудиться. Реформирование накопительной составляющей пенсионной системы вызвано снижением пенсионных накоплений. Гражданам 1967 года рождения и моложе с этого года предложено выбрать тариф страхового взноса, либо оставить 6%, либо снизить до 2%, направив 4% на формирование страховой части пенсии. Накопление тех, кто никак не выразили свое мнение, так называемые молчаны, находится во внешнеэкономбанке. Их средства будут перераспределены по новой схеме. Те, кто хотя бы однажды подавал заявление о выборе управляющей компании, будут по-прежнему отчислять по 6%. В 2013 году будут подготовлены проекты федеральных законов, которые утвердят пенсионную формулу и механизмы стимулирования граждан, отложивших срок назначения пенсии. Татьяна Молкова, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов, Республика. В конце февраля Владимир Романов был утвержден на должность начальника ГИБДД Чувашии. Сегодня на пресс-конференции официально и публично об этом сообщили. Хотя главная тема встречи с журналистами – все же ситуация на дорогах Республики в первые два месяца 2013 года. На пресс-конференции побывала и наша съемочная группа. Цифры статистики удручающей. Как и в целом по России, произошло снижение общего числа дорожно-транспортных происшествий. Но при этом растет количество погибших. Только в январе на дорогах Чувашии погибли 30 человек. Всего же с начала года 43 человека стали жертвами ДТП. Рост по сравнению с 2012 годом почти в два раза. Получили ранения различной степени тяжести почти 300 человек. Как и в прошлом году, человеческий фактор – основная причина трагедии. Из 236 нарушений, 191 произошло по вине водителей. 12 нарушителей задержаны в нетрезвом состоянии. Наказание для них будет во много раз строже. По сравнению с прошлым годом, произошел рост ДТП по вине пешеходов. Самыми аварийными местами остаются пешеходный переход по улице Гагарина и ряд переходов в Новоюжном районе столицы. По словам Владимира Романова, установка приборов видеонаблюдения – одна из самых эффективных мер по уменьшению количества происшествий. Основной резерв безопасности на дорогах. Под неусыпным оком Большого Брата водители и пешеходы нарушают правила намного реже. В прошлом году мы уже говорили, что закупили на 17 миллионов 19 приборов. Они будут установлены в апреле месяце. То есть проблема стоит в том, что подводка и подключение долго связываются с этими приборами в связи с тем, что надо согласовываться с коммунальными технологиями, согласовываться и с дорожными органами, чтобы все было законодательно принято, чтобы участник в дорожном движении потом или обжаловал данное постановление, мог все это законный интерес получать свои права. Потому что мы их будем устанавливать, согласно нашего анализа, вы, мы, вам и мы представляли, на очагах аварийности, а не так, где мы хотим, чтобы какие-то только числе и только штраф. Большую помощь в борьбе с нарушителями оказывают внештатные сотрудники – ветераны службы, общественные помощники и юные инспекторы дорожного движения. Только в Чебоксарах уже есть 192 общественных инспектора. Эти люди будут стоять в форме жилета ДПС, потому что они имеют право уже как общественные инспектора. И будут фотографировать нарушение права дорожного движения. После этого мы будем привлекать или профилактические беседы в отношении нарушителей ПДД. По данным ГИБДД, самые аварийные дни – понедельник, среда, пятница. Утром и вечером инспекторы просят всех жителей Чувашии быть осторожными и внимательными на дорогах, чтобы не пополнять печальную статистику. Дмитрий Точилов, Георгий Казнин, Андрей Шоклев, «Республика». В Чебоксарах выбирают дом образцового содержания. На днях комиссия побывала в домах, которые претендуют на это звание. В северо-западном районе по Приволжскому бульвару расположен один из претендентов. Высокая комиссия отметила, что здесь созданы все условия для жителей. Подземная двухуровневая автостоянка, во дворе качели, карусели, есть пандусы. Во всех подъездах на первом этаже размещены информационные доски. Для удобства жителей вывешены ящики для сбора показаний индивидуальных приборов учета. Решением общего собрания собственников многоквартирного дома под лестничными маршами на первых этажах второго и четвертого подъездов устроены колясочные. В лифте можно прослушать музыку. А вот герой следующего репортажа решил украсить не дом, а территорию рядом. Студент Николай Михайлов собственными руками соорудил снежный танк. Это снежная скульптура, полная версия танка Т-34-85, который прошел Великую Отечественную войну. Такие танки можно встретить возле Аллеи Славы и возле Ботанического сада. А теперь еще в саду студента ЧГУ имени Ульянова Николая Михайлова. Три года назад Николай построил 4-х метрового снеговика. Оценив свои возможности, он решил соорудить танк, но масштабы фигуры были невелики. А с зимой этого года идея построить танк в натуральную величину реализовалась. Одна из проблем представительства танка это была установка баков для топлива. Они довольно массивные и большие. И поэтому мне долго приходилось их наращивать с помощью снега, а потом в один момент мне пришлось их наверх поднимать. И этот процесс был довольно мучительный. Пушка – один из самых важных и сложных элементов танки. Ее каркасом служит большая 6-метровая труба, которая вставляется в башню. Я заранее приготовил 4 ватвана и склеиваю их таким образом, чтобы диаметр у передней части пушки постепенно увеличился к концу. Например, тут диаметр 12,4 сантиметра, а в конце он примерно вставляет 14,5. Таким образом, пушка выглядит более реалистичной, так как она расширяется постепенно. Вот эта часть – это бензобак, куда заливается топливо для танка. Это баки, в которых находится топливо. При дальних походах находилось топливо. Это запасные дополнительные баки на задней части танка. На башне верхней части установлены все детали, которые были на оригинальном танке Т-34-85. Это вентиляционные люхи, две штуки, три триплекса, антенна и башня командира. Также существует вход небольшой для экипажа. Родственники поддержали Николая в его ожидании. Тетя разрешила установить танк в своем саду. Я сказала Коле, давай построим, построим мы с тобой. Я очень хорошо. Я его одобрила идея, помогала ему. И он все там сантиметры замерял, все делал, все так четко построил. Во время строительства танка Николай узнал о конкурсе «Танковик-2013». Решил принять участие. А уже следующей зимой мастер хочет построить снежный ИС-8. Солнечные лучи не позволят танку прожить долго, но память останется навсегда. Мария Данилова, Андрей Шоклев, Республика. Кто такой супермен, наверняка знают многие. А вот кто такая супер-женщина, сегодня выясняли в Чебоксарах. В канун Международного женского дня во Дворце детского и юношеского творчества прошел конкурс под названием «Ах, какая женщина». Песни, танцы, звонкие детские голоса и поздравления от сильной половины человечества. Все это в канун 8 марта звучало со сцены Дворца детского творчества. Милая женщина нашего города приметит искренние поздравления первым весенним праздником, самым красивым праздником, международным женским днем. Однако основное внимание было приковано к участницам в конкурса «Ах, какая женщина». В конкурсах «Ах, какая женщина» проводится уже пятый раз. Это маленький юбилей. Участниц у нас семь. Это женщины разных профессий, но это самая главная женщина, которые красивые, добрые, нежные. Очень многие достигшие что-то у себя и в профессиональном плане. Поэтому это достойный образ женщины. Услышать свой адрес «Ах, какая женщина» достойна каждой из них. Для конкурсантов нет невыполнимых задач. И борщ с помпушками приготовят, и станцуют, и стихи прочитают. Многим участницам не привыкать к сцене. Им уже покорялись большие зрительные залы российских и международных конкурсов. Я недавно только приехала с международного конкурса, где участвовали замужние, имеющие детей и женщины. Я стала лучшей мамой России. Впрочем, заграничные поездки, грамоты и призы для участниц, конечно, не самое главное. Самым большим своим богатством конкурсантки считают счастливую семью. Многодетная семья в наше время в моде, можно сказать. И супруг мне всегда помогает, и дети всегда с удовольствием поддерживают. А когда мама участвует в таких конкурсах. Ольга Пыречкина, Евгений Анисимов, Республика. А в Канаше прошел республиканский конкурс «Лучший женсовет». В этом году конкурс был посвящен столетию праздника 8 марта. Гостей праздника министра здравоохранения и социального развития Чувашской республики Аллу Самойлову, председателя Чувашского республиканского совета женщин Ольгу Зайцеву, председателя попечительского совета благотворительного фонда Чувашского республиканского совета женщин Ларису Игнатьеву, активистки общественного движения встречали хлебом с солью. Были определены лучшие в номинациях «За бережное отношение и любовь к родному краю», «За активную работу по пропаганде здорового образа жизни среди женщин и молодежи», «За лучшее информационное сопровождение деятельности женсовета», «За волю к победе и стремление быть лучшим женсоветом». Главная награда конкурса «Почетное звание «Лучший женсовет»» досталась в этом году Канажскому городскому отделению. Дарить цветы – это всегда галантно и романтично. Некоторые любят дарить букеты, иные преподносят один цветок. Но в любом случае нужно уметь выбрать цветы. Накануне праздника специалисты Россельхознадзора проверили магазины, которые предлагают срезанные и горшочные цветы. Большинство цветов в России, в том числе в Чувашию, поступают из Эквадора, Чехии, Нидерландов и Израиля. По данным агрономов Россельхознадзора, в этих странах распространен опасный карантинный вредитель, – калифорнийский цветочный трипс. При попадании зараженными цветами в домашние условия, карантинный вредитель очень быстро распространяется на комнатные растения. При этом возникают поражения на листьях и цветах растений, и вследствие чего растения быстро увядают. В прошлом году во время одного из рейдов в партии цветов из Эквадора был обнаружен этот опасный вредитель. Цветы, к сожалению, пришлось сжечь. Вредитель очень быстро распространяется. Обнаружить его может и сам покупатель. Покупателям нужно быть внимательными при покупке цветов и обращать внимание на повреждения растений, цветов и листьев. Потому что карантинный объект трипс при попадании на домашние растения очень быстро распространяется. В летнее время западный цветочный трипс может попасть в садовые участки и теплицы, и при этом вызвать серьезные повреждения на рассаде и взрослых растениях. Кроме того, у продавца нужно спросить и сертификат. Основные документы на срезы цветов и коршечных цветов – это фитозанитарный карантинный сертификат. Это дает карантию, что в этих коршечных цветах и срезах цветов нет вредных организмов. Георгины, потом у них образуется луковичка. Если вы все же не хотите рисковать, покупая срезанные цветы, то лучше вырастить подарок самим. Выбор в магазинах есть на любой вкус. А посмотрите, астры какие красивые. Вот эти возьмите. Нет, цвет мне что-то не очень нравится. Нет, мне очень нравится. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. До праздника остался один день. Еще можно успеть продумать сюрпризы для любимых. Если с цветами уже многое ясно, то следующий наш репортаж поможет определиться и с подарком. Принято считать, и я с этим совершенно согласна, что нельзя дарить женщинам сковородки и мясорубки. Но красивую посуду, в окружении которой каждая женщина почувствует себя бароней, можно и нужно дарить. Полезная информация далее в эфире. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Барыня собрана тематическая коллекция, посвященная началу весны. Императорский фарфор название говорит само за себя. Изысканная, сдержанная по цветовой гамме, но узнаваемая и признаваемая в любое время и в любой стране посуда. Чайная пара из костяного фарфора очень подойдет взрослой, уверенной в себе даме. Для молоденьких барышень лучше выбрать что-нибудь весеннее. Например, керамику от ростовской фирмы «Аксиния». Расписываются изделия вручную. И кажется, будто автор нарвал на солнечном лугу букет и рассыпал его по чашкам, тарелкам. Дивные цветы расцветают и на дулевском фарфоре. Эта роспись считается визитной карточкой России. Богатая, вычурная, нарядная, словно пронизанная светом. Такая посуда даже самый пасмурный холодный зимний вечер превратит в летнее утро. Посуда, которая представлена в нашем салоне магазина «Барыня» – не кухонная утварь, а предметы роскоши и красоты. Посмотрите на эти цветы. Они ничем не отличаются от настоящих, но их краски никогда не поблекнут и будут радовать вас очень долгое время. Лучшего подарка на 8 марта не придумайте. Приходите к нам, а мы с удовольствием вам поможем подобрать подарок для вашей любимой жены, мамы, бабушки. Хорошая посуда – вещь на все времена. С годами бабушкины сервизы ценятся все дороже, и деньги тут ни при чем. Представьте себе, с каким трепетом ваша внучка или даже правнучка будет доставать из серванта вещицу, согретую руками многих родных людей. Кстати, не меньшую радость вызывают статуэтки и фигурки животных. Женщины всех возрастов любили и любят кошечек, зайчиков, хомячков, медвежат. Так что проблема поиска подарка решается довольно просто. Стоит лишь заглянуть в барыню. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!